Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Алис Татар. Здравствуйте. Взрыв в Арцисском районе. В школе села Виноградовка взорвался твердотопливный котел. От высокого давления буквально вырвало металлическую крышку конструкции. На момент происшествия кочегара в Кательной не было, обошлось без пострадавших. А вот крышу здания взрыв повредил. Полиция открыла уголовное производство по статье нарушения требований пожарной безопасности. На одном из одесских пляжей прохожие нашли боеприпасы. Об этом сообщает полиция Одесской области. На спецлинию 102 поступило сообщение о находке ржавых металлических предметов. На месте полиция нашла самодельный пистолет и патроны. Все изъяли для проведения экспертизы. Отмечу, что визуально конструкция пистолета очень похожа на самодельное оружие, из которого на Новосельского стрелял Валентин Дорошенко. Напомню, тогда после перестрелки погибли три человека и еще трое ранены. Сейчас идет проверка, поэтому до результатов экспертизы мы вообще пока не можем говорить о том, что это пистолет, утверждать о том, что это вообще оружие. Но только после того, как будет проведен ряд экспертиз, только после этого мы будем делать какие-либо заявления. По проспекту Шевченко колонной прошли военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады. Вместе с одесситами они почтили память сослуживцев, павших в зоне АТО. Подробности смотрите в сюжете моего коллеги Назара Бурхана. Фотографии погибших сослуживцев в руках и опустошенный взгляд. Прошло чуть больше недели, как бойцы 28-й мехбригады вернулись с передовой в зоне АТО. Сегодня вспоминают тех, кто бок о бок сражался вместе с ними. Вместе с военными чиновники и просто одесситы возложили цветы к мемориальному камню в сквере Героев Небесной Сотни. Мы должны, влада, общество, бачить, вітать наших воинов, спілкуваться с ними, собираться в местах мемориалов будущих для того, чтобы память о них, отдавать им честь, память о их семье. Это наша обязанность. Военные вместе с одесситами прошли маршем по проспекту Шевченко с Гагарина до площади 10 апреля. Чтобы напомнить о тех, кто отдал свою жизнь ради Украины, в руках военные 28-й мехбригады несли 144 фотографии своих погибших сослуживцев. Уже на площади 10 апреля военные из мехбригады в сопровождении роты почетного караула под залпы автоматов возложили венки и цветы к стелле «Крылья Победы». Об одесской 28-й мехбригаде знают во всей зоне АТО и не только. Эти ребята – наша гордость. Это лучшее, что есть в нашей стране. Нельзя им не поклониться. Вы же видели, сколько пронесли портретов погибших. Но они стоят там за нас. Ну как можно не прийти? Боевое героическое соединение, которое защищает независимость нашей страны. Но оно может держаться такими условиями, как оборона Марьинки в 2015 году, защита станицы Луганской на Великом фронте. И сейчас они вернулись также из очень сложного района. По словам командования, с каждым годом количество потерь боевого состава 28 ОМБР уменьшается. За четвертую ротацию в зоне АТО погибли трое воинов. В одной из одесских маршруток прямо во время движения отвалилась пара колес. Произошло ЧП на площади 10 апреля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. По какому маршруту двигался автобус неизвестно, поскольку водитель оперативно убрал таблички с номером. И к другим новостям. Стоимость топлива на украинских заправках стремительно приближается к европейскому ценнику. Ожидать стабилизации ситуации ценообразования или уже сейчас искать альтернативные средства передвижения? Более подробно смотрите в сюжете наших корреспондентов. На сегодняшний день средняя цена самых популярных видов топлива колеблется в таком диапазоне. За литр 92-го на ЗС берут в среднем от 28 до 32 гривен. А за 95-й около 30-33 гривен. Психологическая отметка в 30 гривен в среднем за литр бензина преодолена. Автомобилей пока меньше не стало, но и рост цен по-прежнему имеет место быть. Среди объективных причин такого подорожания эксперты отмечают рост стоимости нефти во всем мире. В прошлом году цена за баррель составляла не более 50 долларов, а в нынешнем уже 70. Подогревает ценник на черное золото и возможная эскалация экономического конфликта между США и Китаем. Вторая часть факторов, она субъективно связана с Украиной. Это в первую очередь валютный курс. Дело в том, что мы все заметили колебания, точнее падение курса гривни в начале года. Сейчас наступила некоторая стабилизация, но скорее всего, скорее всего, к концу года курс будет 31 гривна за доллар. Соответственно, все импортные товары дополнительно вырастут в цене. Потенциально на снижение цен мог бы повлиять антимонопольный комитет, который пригрозил ряду АЗС строгими проверками. Хотя, по мнению экономистов, особо уповать на это не стоит. Если говорить о всеукраинском рынке бензина, если даже конкретно в одном городе антимонопольный комитет отказался принимать хоть какие-то меры, для того, чтобы цены были рыночные, а не монопольные, то в рамках Украины, когда речь идет уже о миллиардах гривен, здесь тем более антимонопольный комитет сделает вид, что он проверяет. Может быть, скажет на 20-30 копеек опустить эту цену, но опять-таки это все будет абсолютно формально. Автомобилисты, в свою очередь, недовольны и качеством, и ценой бензина, а также продолжают искать варианты, как сэкономить. Соотношение бензина по нынешним ценам – это чересчур. Какие заранее вы видите? Переходить на газ, что я и сделал. Безвыходная ситуация. Альтернатив вы никакие для себя не видите? Бастовать. Будете бастовать? Куда? Общественный транспорт вы не рассматриваете? Ну, рассматриваем. Ездим и так, и так. Машина одна в семье. Дети, тренировки, школа. Поэтому ездим по-разному. Возможности отказаться от использования автомобиля у вас нет? Нет. И пешком ходить? Какие альтернативы? Вы готовы ходить пешком? Если цены будут расти? Все будет зависеть от того, как будут расти зарплаты. По прогнозам экономистов, снижение цен на топливо пока ждать не стоит. Анна Полякова, Виталий Кононов, Седьмой канал. Скорая помощь для животных и стерилизация кошек. В городскую программу охраны животного мира хотят внести изменения с поправкой на замечания волонтеров и изменения в экосистеме Одессы. Подробнее в сюжете Надежды Бондаренко. Программа помощи бездомным животным действует в Одессе с 2016 года и рассчитана до 2021 года. Соисполнителем программы является немецкий союз, чей приют действует в Одессе уже несколько лет. Там животным оказывают экстренную медпомощь, делают необходимые прививки и стерилизуют. По словам реализаторов программы, в 2007 году в Одессе было порядка 50-60 тысяч бездомных собак. А на сегодняшний день эта цифра значительно уменьшилась. И в городе около 8-9 тысяч собак без крова. По словам волонтеров, в последние годы удалось сократить численность бездомных собак. А вот популяция кошек наоборот выросла. Их стерилизацией планировали заниматься специалисты Немецкого союза защиты животных. Но из-за резкого негатива со стороны общественников эту инициативу так и не реализовали. Этим вопросом планируют заняться в рамках городской программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных. И если сейчас такая программа, такие изменения будут приняты, это значит, что мы сможем стерилизовать этих животных круглогодично. И это, конечно же, приведет к уменьшению численности рожденных на улице котят. В городском департаменте экологии развития рекреационных зон анонсировали создание скорой ветеринарной помощи. Ее сможет вызвать любой неравнодушный, увидевший тяжело травмированное или отравленное животное. Эта услуга будет платной, но замдиректора департамента пообещал толерантные тарифы. На закупку автомобиля и оборудования планируется выделить 900 тысяч гривен. Столько же на стерилизацию уличных кошек. Рассматривается, скажем так, реконструкция коммунального предприятия «Центр экологических проблем и инициатив», который занимается отловом бездомных животных, которые работают в полном взаимодействии и по программе с немецким приютом. Эта скорая помощь будет принадлежать им. Саму программу должны рассмотреть на ближайшей сессии горсовета. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Затмение и суперлуния. Сегодня можно было увидеть довольно уникальное сочетание космических явлений с естественным спутником Земли. С 13 до 17 часов по киевскому времени прошло первое в этом году лунное затмение. Сегодня же Луна максимально приблизится к нашей планете, благодаря чему станет более яркой и визуально ближе. И в продолжение темы. Одесские астрономы уже представили свой календарь уникальных явлений Солнечной системы на 2018 год. На страницах астрономического календаря в популярной форме описывается движение небесных тел, которые мы сможем наблюдать и ощущать. В этом году предстоит полюбоваться великим противостоянием Марса. Ну такое название достаточно фундаментальное. Великое противостояние случается каждых 14-17 лет. 27 июля будет происходить полное лунное затмение. И в нескольких градусах к югу от Луны будет светиться красный Марс как раз в великом противостоянии. Это не просто календарь астрономических событий, но и сборник популярных статей. Страница отечественной космонавтики посвящена 100-летнему юбилею академика Валентина Глушко, основоположника ракетного двигателя строения, который начинал свой научный путь в Одессе. Продолжая вклады одесских ученых в астрономию, готовятся открыть планетарий на базе обсерватории. На одной площадке, на территории обсерватории, обладающей замечательной историей своей собственной, у нас будет вот такой комплекс, где можно проводить лекции, демонстрации, показы, прогулки по звездному небу, занятия, ну и конечно лекции для жителей города. Для этого технически обновят планетарий Лектория, установят купол и демонстрационный телескоп. Открытие нового планетария намечено на конец весны, начало лета. Пока это вся информация, больше новостей смотрите в итоговом выпуске в 20.00, а мои коллеги уже готовы продолжить знакомить.